Привет, мои девочки, мальчики, подписчики. Мы едем к родителям, они завтра уезжают в деревню, поэтому, несмотря на мою занятость, я все бросила и еду. Купили-купили клубнику. Больше ничего, наверное, в такой жару мама не захочет, но такие цены, наверное, дорогие. Мы приехали. Опять эти тапочки. Посмотрите, какой у меня сегодня красивый муж, как я его вырядила. Эти брюки подарила я ему на день рождения с туфлями, еще там другие. Но вот сегодня я сказала, давай одевай, идем к родителям. Они завтра уезжают, несмотря на то, что я немного дел, все бросила, оставила, потому что надо попрощаться с ними. Я не смогу их увидеть, так как у меня скоро дети мои приезжают. Пока сейчас не буду ничего вам говорить. Планы резко поменялись, и мой отъезд в Батуми поменялся. Все по-другому как-то получается. Вот. Согласовано с моей мамочкой все. Так что у нас будет замечательное лето с мужем. Ну, у меня планы-то какие. Обалдеть. Друзья мои, этот сарафанчик тоже пошила я. Тоже пошила я этот сарафанчик. И белое платье вчерашнее пошила я. Мы сейчас покупаем мясо на Курбанбайрам. Были у родителей, попрощались с ними. Мы зашли сюда. Смотрите. Смотрите, мои дорогие. Воняет как на весь район. На городе так от них пахнет. Тут цены такие. Мы сейчас возьмем канистру за такую цену. 700 лир. Возьмем сейчас еще тут вот такие цены. Вообще дешевый магазин. В каком смысле. И сейчас там написано 400 лир с мясной, с косточками, без косточек. Вот такие цены здесь. Мои дорогие зрители, вам нравятся мои распаковочки. Поэтому мы сейчас вместе с вами распакуем то, что мы купили на базаре. А ну, знаете, если вы не против, я сниму эту блузочку. Я надеюсь, вы не против, да? Потому что мне очень жарко. Тоже как жарко. Останусь в таком сарафанчике. Этот сарафанчик, то у меня новые зрители подписаны на меня. Я пошила тоже сама. Кстати, и это платье, которое я была вчера днем на фотосессии тоже пошила. Смотрите, какое красивое сзади. Вы видите? Вот. Вот. Я сегодня с утра, я сегодня с утра такую уборку сделала. Обалденную уборку. Все перемыла полы, звездец. И сейчас мне опять тут навеяло листиков. Не люблю беспорядок. Прежде всего мы купили это масло, которое я вам показывала. Сейчас вместе с вами проверим его, какое оно. Потому что, как по странно, 700 лир в магазине в половину дороже. Сейчас мы откроем его. Ну-ка попробую, попробую. Знаете, как надо определять качество? Вот чуть-чуть его налить и спрятать в морозилку. Если, и потом, забыла, если оно заморозится, то это не настоящее. Если не заморозится, то настоящее. Попробую. Ой, нет, так не пробует. Сейчас, минуту. Сейчас мы сделаем вот так эксперимент. Смотрите, какой красивый он. Какой красивый он, как я. Вы согласны со мной. Это уберем подальше. Малишь, почему вы молчите? Как-то странно. А такое оно красиво, золотистого цвета. Для меня главное, чтобы масло не воняло и приятно было кушать салат. На вкус нормальный. Так как скоро Курбан-Байрам, мы купили, в общем, за все это, за масло и за мясо, заплатили 2000 лир мой муж. Смотрите, мы купили Перзолу. Перзола 400 лир. А везде, здесь, в городе, очень дорого. Она 600-800. Там 400. Вот Перзола, смотрите. Видите? Будем делать мангал, сказали Слям и Ялченко. Сейчас мы решили снова. Взяли килограмм фарша. Сейчас мне это все надо распаковать. Вот это здесь написано, мой код. Я, кстати, у меня марафон начинается по нумерологии, который я купила, денежный код. И я могу уже потом что-то делать. У меня, знаете, такое чувство, что это мое, потому что мне так это нравится. Так, пока моих деток нет, бабуля должна научиться. Получиться. Смотрите, какой красивый фарш. Мне это все должно тоже сделать. Поделить. Я решила вот сейчас просто мясо с косточками. Соус такой, обед сделаю. Поэтому не буду его делить. Прям так положу. Ну, вот именно куда положить. Вот так прям положить, да? Вдумайте. Или в пакет еще положить. Мне кажется, вот так можно положить его, чтобы не делить в морозилку. Вчера нужна была холодная вода с льдом. И наполнила я представляете, сколько. Сейчас их, в принципе, если иметь посуду, да, лед, можно их так всех опустошить. Но это я не буду сегодня заниматься. Я об этом подумаю завтра. Так, продолжаем. Сейчас я это заберу, потом я этим займусь. Положу в холодильник. Потому что сейчас мне действительно не до этого. Распаковку надо сделать. А потом нужно опять... Вот. Потом нужно снова распаковать. Нет, опять сюда паковать. Так, мои дорогие. Ну, смажите. Та-ра-ра-ра. Когда мы ехали, я купила клубнику по 80 лир. А вот сейчас мы по 35 там, в том же месте. 35 лир клубника. Почему я взяла так много? Потому что я ее хочу приготовить для себя. Спрятать в морозилку. Так. Взяли болгарский перег с 15 лир в килограмм. Помидоры сегодня по 30. Смотрите, какие красивые. Мы взяли двух видов. Пахнут они так. Эти по 30 лир. А эти взяли для обеда. По 20 или 15. Будем нэ-нэ-нэм или в соусы добавлять. Надеюсь, вы мне хорошо видите. Так. Взяли также по 20 лир свеженькие лимончики. Огурчики по 15 лир. Кажется. Ну, не помню сейчас. 40 лет. 40 лет килограмм. Шертали. Шертали персики. Карсир. Карсир. Кайсир. Кайсир. Знаете, карсир это рак. Кайсир это абрикосы. Взяли зелень. Смотрите, зелень взяли. По 5 лет пучок. Купили лук. фиолетовый появился в продаже по 15 лет килограмм. Тут на 3 3 килограмма. Ну, естественно, мы купили два арбуза. Один без косточек по 15 лет килограмм. И другой маленький 15 лет. Вот такая у нас сегодня распаковка. А этот взяли 15 лет за штук. Я не знаю какую. Начнем с этого. Вот такая у нас сегодня распаковочка. Мы как-то приехали к родителям. Они очень обрадовались. Они заказали Антони. Мой муж оплатил заказ. Весит 55 килограмм. Очень сильно похудела. Кстати, и баба Джим тоже 55 килограмм. И говорит, почему я похудею, хотя я кушаю. Я говорю, ну, ты до этого не кушала, сейчас восстановишься. Еду в деревню, потому что сидят на втором этаже, кондиционер включенный, жарища, и тут нету движения. Там она будет в огороде в своем, хотя не будет делать, но цветочки посмотрит, войдет к подружкам, на воздухе сядет там. Это же так хорошо. В общем, они выезжают в деревню готовиться завтра. Мы попрощались с ними. Мы ездили ненадолго. Я сварила кофеюк и все. Абла не было. Так что вот, мои дорогие друзья, сегодня был замечательный день. Я еще когда возвращалась, слушала встреча. Кто интересуется, как я зарабатываю, откуда я получаю зарплату, я занимаюсь бизнесом пять с половиной уже. Я инвестор канадской компании Global Success Management, а также я лидер второго уровня. У меня команда своя инвесторов. Я зарабатываю и также накопила финансовый портфель большой, благодаря возможностям. И у вас тоже есть возможность. Осталось у нас три месяца с половиной. Вы можете накопить какой-то капитал себе. Я могу предложить вам очень хорошие возможности. В июле у нас будет запуск публичного блокчейна, презентация блокчейна. В конце сентября у нас будет запуск торгового борда и маркетплейса. И начнется монетизация во внешнем мире. Все узнают и наши монеты, которые сейчас бесплатно раздадут, появятся везде, на всех биржах, во всех. Если вы хотите хоть как-то накопить еще, не упускайте такой шанс, потому что у нас будет собственная метавселенная. У у нас очень много есть криптоактивов, которые могут вас заинтересовать, на них вы можете хорошо накопить. И несмотря на то, сейчас я сделаю презентацию своего бизнеса на фоне таких красивых фруктов. Более подробно я вам расскажу, если вы мне напишите в телеграм, в канал, в инстаграме, в фейсбуке, все есть данные, как можно мне найти в описании под каждое видео. Пользуйтесь возможностью, потом мне будете говорить благодарить, потому что все те, кто пришел ко мне бизнес и когда-то несколько лет наблюдали за мной, сейчас сожалеют о том, что они зашли два-три года раньше. Все, мои дорогие, мой муж пришел, я пошла. Вы ставьте лайки, пишите комментарии, благодарю вас за все. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.